Троган, Рамзей, Магнум, Шик! Троган, Рамзей, Магнум, Шик! Троган из фильма 2009 года «Дорога» совсем не те, с кем стоит радостно врататься. Никогда не знаешь, что именно происходит в голове у человека, поэтому лучше быть осторожным с людьми. Номер 14. Добывайте еду и воду. В конечном счете пачки доширака и бутылки газировки, которыми вы запасались в первый день, закончатся. И тогда у вас возникнет проблема. Но вы можете выйти из этой непростой ситуации, добывая пищу, чтобы поддерживать себя в форме во время катастрофы. Если вы находитесь в глуши, то лучше всего поискать в лесу. Однако убедитесь, что вы знаете, как отличить безопасные продукты от тех, которые могут привести к ужасной болезни. Ты думаешь, что это нужно, чтобы съесть? Ты получаешь лучшую идею. Эти ягоды могут выглядеть заманчиво, но они же могут оказаться ядовитым посленом и доставить вам кучу неприятностей. Они taste like burning. Также важно найти источник чистой воды и иметь много емкостей для переноски в лагерь. Я не знаю, что это нужно. Нет. Номер 13. Контрольный выстрел. Благодаря правилам Коламбуса в фильме Zombieland у нас есть множество полезных советов, как выжить во время вспышки эпидемии. Один из самых полезных – контрольный выстрел. Если у вас нет другого выхода, кроме как выстрелить в голодного упыря, не забудьте выстрелить еще раз, чтобы убедиться, что он не встанет, чтобы полакомиться вами. В противном случае у них может остаться достаточно сил, чтобы наброситься на вас и разорвать на куски. Контрольный выстрел относится не только к огнестрельному оружию. Если вы используете оружие ближнего боя и ударили зомби по голове, сделайте это еще раз, пока не будете уверены, что зомбак уже не встанет. Не рискуйте. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Номер 12. Одевайтесь подобающим образом. Теоретически, облачиться в средневековые доспехи и пройти сквозь орды – это крутая идея. Однако в реальности вас могут сбить с ног, бежать будет тяжело, а внутри будет очень жарко, что может привести к тепловому удару. Поэтому убедитесь, что вы одеты соответствующим образом. В путешествиях носите одежду из легких, дышащих тканей, а в бою с зомби – более плотную, чтобы затруднить доступ для укусов. Подойдут спортивные щитки или кожаная куртка. Также обязательно носите хорошую обувь на плоской подошве, чтобы быть достаточно ловким, если понадобится убежать от угрозы. Бегать на каблуках без проблем можно только в мире юрского периода 2015 года. Если бы вы делали это во время апокалипсиса, то точно растянули бы лодыжку и вас бы загрызли. Номер 11. Оставайтесь в форме. Поскольку с транспортом у вас проблемы, вам придется использовать аналоги и полагаться в путешествиях на свое тело. Поэтому хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы и сила мышц – обязательные условия. Рула номер 1 для обеспечения зомби – кардио. Ведь вам может понадобиться убегать от орды или гнусной банды. Поэтому скорость и выносливость имеют первостепенное значение. В условиях бегства от нежити некоторые могут подумать, что вам не нужно бежать быстрее всех, а только быстрее того, кто рядом с вами. Однако это неправильное мнение, и оно не соответствует действительности, особенно если один зомби не останавливается и следует за вами. Если вы находитесь в плохой физической форме, сражаться будет гораздо сложнее. Когда вы живете в поселении, занимайтесь спортом, чтобы поддерживать себя в форме и быть готовым к тому, что подкинет вам мир кишащей нежитью. Номер 10. Прогулки по магазинам. Когда из-за эпидемии зомби вы не сможете сделать покупки в торговом центре, настанет время мародерства. Но запасы быстро иссякнут. У вас не будет электричества, топлива, пресной воды, и вам постоянно будет угрожать кровожадная нежить. Походы и сбор хлама для пополнения ресурсов станут еженедельным, а то и ежедневным занятием. Если вы идете в одиночку, вы менее заметны, но это также ограничивает количество вещей, которые вы сможете принести домой. Поход в группе повышает общую безопасность и увеличивает количество привозимых вещей, но также привлекает больше ходячих. В любом случае, убедитесь, что вы знаете, что вам нужно, чтобы не тратить время и не занимать место. Номер девять. Целься в голову. Есть причина, по которой 15 выстрелов в грудь зомби не дадут никакого результата. И эта причина такова. Единственный орган зомби, который хоть что-то делает, это мозг. Поэтому отсутствие мозга означает, что зомби мертв. Конечно, это значительно сокращает зону поражения, а значит, если вы не меткий стрелок, вам придется подойти очень близко, чтобы попасть в цель. Если у вас нет пистолета, рекомендуется использовать оружие ближнего боя с большим радиусом действия. Вы сможете пробить мозг, не подходя достаточно близко, чтобы вас схватили. Это всегда полезно. Номер восемь. Никогда не медлите, убивая зомби. Возможно, они были любовью всей вашей жизни. Но того, кто был вам дорог, больше нет. Все, что осталось, это страшная оболочка из прежнего я, пытающаяся сожрать ваши мозги. Они не чувствуют ни сожаления, ни раскаяния, ни вины. Так почему вы должны с ними сюсюкаться? Делайте то, что должны. И если для этого придется проткнуть им глаз копьем, то так тому и быть. Чем больше вы раздумываете, тем больше у зомби возможностей схватить вас. А все мы знаем, что когда зомби хватает вас, продолжительность вашей жизни стремительно падает. Не позволяйте ему добраться до этой стадии. Делайте то, что должно быть сделано. Номер семь. Найдите рацию. Сотовые связи в лучшие времена работают неважно. А во время зомби-апокалипсиса ситуация не улучшается. Конечно, кричать на всю мощь легких не лучший способ связи, как и использовать мегафон. Тут на помощь приходит рация. Чем больше радиус действия, тем лучше. Она пригодится, чтобы сообщить группе о приближающейся нежити или других угрозах. Кроме того, с ее помощью можно перехватить передачу с других баз, которые могут быть более безопасными или вообще оказаться зоной беззаражения. Рация также необходима для связи на короткие расстояния. Номер шесть. Найдите место, где можно укрепиться. Если вы хотите выжить, вам понадобится надежная оборона. Место с высокими стенами или защищенным периметром – идеальное место для отдыха и восстановления сил. В опорном пункте можно хранить припасы, обеспечивать безопасность выживших и, самое главное, выспаться. Чем крепче он будет, тем меньше шансов, что кровожадные зомби прорвутся и полакомятся свежей человечиной. К тому же, вернувшись домой на базу после долгого дня в апокалипсисе, вы сможете немного передохнуть. Но не стоит слишком расслабляться. Вам все равно нужен план побега. В зависимости от размера вашей группы, вам, вероятно, понадобится усиленное транспортное средство для побега, если вашу крепость захватят. Если на дворе зомби апокалипсис, это не значит, что единственные травмы, которые случаются – укусы зомби. На самом деле, из-за апокалипсиса риск всех остальных травм неизмеримо возрастает. Важно знать, как справиться с травмой с помощью ограниченных запасов. Больниц больше нет, поэтому вы будете зависеть только от собственных знаний. Каждый в группе должен обладать базовыми навыками, позволяющими латать мелкие травмы. Вообще-то, знаете что? Этот навык полезно иметь независимо от зомби апокалипсиса. Номер 4. Избегайте населенных пунктов Основная логика зомби гласит – там, где раньше были люди, теперь есть зомби. В свою очередь, там, где когда-то было много людей, теперь много зомби. Это значит, что города, торговые центры и жилые районы – это гиблые места. К сожалению, там обычно больше всего припасов, поэтому, если вы не испытываете голода, постарайтесь держаться подальше. Если вы окажетесь в населенном пункте и попадете в ловушку, вам придется израсходовать много-много припасов и жизней, пытаясь выбраться. Или вы можете ждать, пока к вам не придет помощь и не спасет вас. А этого, скорее всего, не произойдет. Номер 3. Найдите средства передвижения Ходить отстой! Но во время зомби-апокалипсиса вы не можете постоянно ездить на машине. Это пустая трата топлива и привлечение нежитий и других заинтересованных выживших. Садитесь за руль только в случае крайней необходимости, а по дороге старайтесь экономить топливо. Что касается транспорта, то вам нужен мощный автомобиль, способный пробиваться сквозь зомби, не слишком замедляясь. Самодельные апгрейды, обеспечивающие защиту и наносящие дополнительный урон, станут полезным бонусом. Если вы умеете управлять вертолетом или самолетом, и у вас есть доступ к ним, это еще лучший способ преодолевать большие расстояния, когда местность превратилась в ад. Номер 2. Выберите свое идеальное оружие. Когда вы окажетесь лицом к лицу зомби, придется убивать или быть убитым. Если бежать не вариант, лучше надеяться, что в руках у вас оружие, которое лучше всего подходит именно вам. Будь то клинок, тупой предмет или огнестрельное оружие, если вы не умеете им пользоваться, у вас будут проблемы. Идеальное оружие может стать решающим фактором, разделяющим жизнь и смерть. И каким бы ни было оружие, если вы сможете им пользоваться, оно, несомненно, станет одной из самых полезных вещей во время апокалипсиса. Также разумно иметь при себе оружие меньшего размера на случай чрезвычайных ситуаций. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Выбирайте союзника с умом. Никто не хочет этого слышать, но мы должны признать суровую правду. Зомби-апокалипсис меняет людей. Когда все, что ты делаешь, это борешься за выживание, у тебя появляется основной инстинкт заботиться о себе. Люди, которых вы хотели бы видеть на своей стороне, это те, кому удается сохранить частичку себя. В противном случае группа неизбежно столкнется с проблемами, конфликтами интересов и попытками захвата лидерства. Кроме того, если ваши союзники обладают определенными навыками, например, боевыми или собирательскими, это очевидный бонус. Только убедитесь, что они не попытаются в буквальном смысле воткнуть вам нож в спину. Ну так, по дороге. В какой стране лучше всего жить во время зомби-апокалипсиса и почему? Напишите в комментариях ниже. Вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!